приветствую вас дорогие друзья газик 69 из казахстана те кто часто меня смотрят я думаю вспомнят что это давний долгий проект и если копнем сейчас чуть-чуть в историю то я думаю вы вспомните что изначально к нам приехал просто на свап мотора обычный свап в 65 в zfe 3-4 объем старая добрая toyota 190 лошадиных сил который устанавливалась на toyota for a nar prada 90 там хай люкс и автобусики гранд хейс и с автоматом естественно казалось бы что могло пойти не так но когда мы начали примерять этот двигатель разбирать там же нам чуть-чуть в салоне нужно было разобрать то мы ужаснулись у этого автомобиля сгнили полы извинили они уже раз в треть или в четвертый потому что там реально слоев было очень и очень много я это все пересылаю заказчику заказчик говорит ну да похода меня обманули то есть те реставраторы которые делали не смогли нормально сделать давай чё давай пускать в реставрацию естественно мы и откладываем дальше ожидания очередь кое-какие с нашей стороны задержки естественно потом дошли руки начали восстанавливать кузов это не просто переварить поменять полы то есть мы реально кузов создали практически заново не тронули лишь раму подвеску двери не тронули опять же крылья бампера это все осталось старое мы не это не трогали не реставрировали но кузов глобально пришлось реставрировать начнем с внешки как вы видите если сравните с теми видеороликами что вроде снаружи он особо не изменился но о чем собственно я уже сказал что по низу рама и мосты и колеса все это осталось как и было то есть тоже резина те же диски раму не трогали лишь зачистили и естественно за антикорили снаружи по кузову по сути тоже глобально ничего не делали поменяли только лишь переднюю оптику она уже хрустальная с нормальным световым пучком нормально можно ездить видеть действительно чтобы это было безопасно поменяли заднюю оптику это уже современные такие светодиодные фонари которые классно видны тоже это было задачей клиента чтобы ребят надо сделать так чтобы было видно пусть это смотрится как-то по-современному уже то что нету задачи аутентичности в этом автомобиле но чтобы было видно в темное время это безопасно мелкие внешние элементы внедорожные такие как скажем вот лебедка вот эти вот штучки чтобы габариты можно было чувствовать потому что там посадка водителя чуть ниже лобовое маленькая вот эти штучки это все осталось родное и я считаю что они реально нужны они помогают передние туманки фароискатель пружины амортизаторы какие-то эти тюнин и это тоже все здесь было мы ничего это не трогали все это остается как собственно и есть переходим к тенту условно может вам показаться что он остался такой же как и был до его формы похоже но нам пришлось полностью сделать его из другого материала дело в том что до реставрации вот эта дверь задняя она была заварена вот эти формы вот эти углы они были другие то есть я так прямо там было перерезано что-то и коль уж мы боковинки вот эти элементы дверь уже разрезали сделали как по заводу это должно быть то форма тента вот в этой части уже никак не стыковалась пришлось его сделать заново вот эти все крепежные люверсы понятное дело что остались примерно так же как и были заднее стекло вот это вот на болтиках также сохранили но материал здесь уже использовали новый это кожзам и немножко перекроили сам механизм складывания поставили другие линейный актуатор они стали мощнее быстрее поэтому крыши теперь пользоваться одно удовольствие по внешним элементам имеется ввиду бампера остались родные как и были но не то что родные которые здесь и стояли рифовские задние рифовский передний бампер кронштейн запасного колеса квадрат розетка это все осталось как собственно и было переходим под капот там самое интересное собственно изначально для чего он к нам и приехал и так под капотом у нас как я уже сказал в образная шестерочка здесь вот эта палка осталась штатная как и было это кстати не знаю штатная она для газика либо она здесь была это капот по сути даже не трогают это даже шумка старенькая также осталось и так его величество 5 в зато пьет до недавнего времени это очень легендарный двигатель который очень много мы устанавливали в разные газели даже одно время компания техносервис устанавливал на волге который забирал с конвейер стоял эти моторы и волги были с 5wz 3 4 объемом и в 90-х казалось это прям писк моды круто шесть цилиндров почти три с половиной литра 190 лошадиных сил но сейчас это уже старичок сейчас это уже обыденности такой можно сказать вяленький мотор но здесь и не нужна гонка вы же помните может делали такой газик свой 8 и там действительно он может удивить здесь же в чем кайф этого мотора надежность неприхотливость и самое главное низовой крутящий момент пробежимся по подкапот глобально подкапотное пространство мы не реконструировали лишь моторный щит вот в этой части вот здесь вот немножечко мы доработали сделали небольшое углубление хотя можно было бы мотор еще сюда вперед сдвинуть на дело в том что здесь широкое навесное оборудование да и хотели оставить расстояние что будущем при обслуживании замена грм ремней чтобы это было без глобального разбора чтобы был доступ ко всем там свечкам и так далее как видите это нам удалось сам по себе я думаю это видно что двигатель компактный очень хорошо сюда вписался обвязка это фильтр естественно с холодным впуском то есть вот она идет гофра у нас спереди забор воздуха радиатор алюминиевый а gs вентилятор у нас audi a6 с диффузором самодельным вот как раз он включился видите начал вращаться датчик это аналоговая система как вы знаете мы часто бывает ставим уже вентиляторы с плавной раскруткой который может работать с современными блоками управления но это же старичок здесь все аналоговое и вентилятор здесь также должен быть аналоговый чем-то лучше в чем-то хуже но в целом он справляется у нее две скорости 3 контактный датчик поэтому все нормально по переду у нас присутствует максимально большой радиатор на охлаждение автомата и радиатор маленький вот здесь вот на охлаждение гидроусилителя руля как вы знаете вообще в газиках не было гидроусилителя руля но здесь он есть появился он ранее еще до свапа у нас располагается под генератором такой большой червячный механизм который мы также подсоединили к насосу сделали шланг все это работает без каких-либо проблем по левому борту у нас омывательный бачок причем обратите внимание он остался родной ну то есть тот который был на этом газике не родной для него но родной для владельца мне очень моторчик как на старых жигулях на пятерках вот кто ездил пятерки семерки там вот такие моторчики появлялись но мы его сохранили я не за он работает к ему претензий нету как бы ну а зачем изобретать велосипед тормозной вакуумник главный тормозной цилиндр конечно же поменяли это все япония вся электрика все провода все гофр очки как вы видите все это новое здесь вот коммутационный блок в которой у нас подсоединяется и стартер из аккумулятора учитывая что у нас в салоне сзади располагается с генератора силовая цепь и вот здесь можно прикурить либо другой автомобиль либо если у этого автомобиля сел аккумулятор вам не надо разбирать в салоне там специальный отсек чтобы долезть до аккумулятора вот заглушка раз все так вот она закрыта то есть минус мы берем с мотора здесь у нас плюс далее у нас здесь современный блок уже стоит как вы знаете мы любим их устанавливать пошло к нему нету претензий здесь предохранители здесь реле то есть и защита и разгрузка и блок условно говоря пыль и влага защищенный имеется ввиду что у него конструкция корпуса такая же даже если вы моете вот так вот сверху керхером то здесь ничего не проникает она все стекает и внутрь не попадает по подкапотке скорее всего больше мне нечего добавить как вы видите все это доступно компактно прозрачно и понятно для дальнейшей беспроблемной эксплуатации ранее прошу у всех прощения но маленькая рекламная пауза многие подписчики меня спрашивают какое масло я могу порекомендовать и чтобы я не пытался посоветовать бывает советуешь и это масло сразу же где-то в магазинах появляется поддельная ну казалось бы какой смысл от моего совета надо советовать то на чем я лично езжу на чем ездят мои клиенты мои друзья коллеги знакомые родственники и так далее и я хочу вам порекомендовать класснейшее масло купер данном случае это синтетическое масло линейки ns line 540 масло это абсолютно наше отечественное то есть важно понимать само масло состоит из двух компонентов это базовое масло и пакет присадок так вот здесь и базовое масло и пакет присадок наша отечественная преимущество этого масла заключается в том что технологии именно пакета присадок сделан на базе ионов меди это старая забытая советская технология и учитывая что уже прошло много лет и эту технологию довели до совершенства поэтому поверьте это масло действительно стоит своих денег в описании есть вся информация об этом масле ссылка на сайт и по промокоду nva motors вы получите скидку от меня лично 10 процентов так что переходите быстрее и получайте скидку буквально вчера я у них был в офисе и вот для себя отдельно я купил масло вот такое 75 85 это трансмиссионные как вы знаете видеоролики уже заранее я показывал я сейчас для себя собираю range rover sport на 5 литровом моторе то есть строкер нам два узете и редуктора чуть-чуть другие ставлю я потом об этом расскажу отдельные вот как раз я съездил купил масло для того чтобы сразу налить качественное масло и чтобы уже не было проблем учитывая что я хочу получить довольно таки быстрый внедору переходим в салон по салону и по дверям это все осталось как и было здесь вообще ничего не трогали здесь даже вот это вот не форточка откидная часть двери на петлях она вот так вниз откидывается это все осталось как здесь и было здесь в защелочки нельзя может быть я бы это по-другому сделал вы помните тот серый газик который мы первый делали там мы сконструировали рамки стеклоподъемники даже сейчас вот жарко кондиционера не да это спасает можно и вверх открыть но все-таки когда есть кнопочка со стеклоподъемниками это лучше хотя кому лучше может быть владельцу и так нравится я привык комфорту поэтому я и первый газик 69 который мы делали особо не понял и этот особо я не понимаю не проникаюсь я не такой охотник заядлый какой-то рыболов или любитель бездорожье чтобы нырять вот на этих колесах там на блокировках нет я все-таки городской жители я привык комфорту поэтому нет не совсем понятно но моя задача то не свое мнение как-то отразить а показать вам тот продукт который у нас получился далее по салону все сидения вот даже вот эти все материалы которые были это чехлы насколько я понимаю также все осталось как и было уже сделано у владельца ничего здесь не перешивали из изменений мы вот центральную консоль сделали под селектор сделали специальный кожух бороду для печки печка жигулевская на кстати тоже здесь было и резину резину проклеили на пол чтобы это было уже практично комфортно ну и конечно же добавили современные коврики в остальном то есть как вы видите это и осталось рулевое сам руль и вот подрулевой кожух со всеми переключателями здесь тоже это было но мы чуть по-другому переиграли это волговские уже переключателя чуть другой роль ну смысл в том что и до нашего свапа это было не оригинально надо же открыть крышу показать вам вообще как это выглядит значит смотрите собственно как и было изначально мы немножечко отстегиваем вот эти вот две люверсы и то же самое мы делаем с той стороны далее отстегиваем вот этот кронштейн этого кронштейна не было и владелец говорит что вот эта резинка она несовершенная здесь соответственно затекала сделали такой кронштейн конечно поверьте это газ 69 он этот кронштейн не сделает этот автомобиль герметичный все равно здесь куча несовершенных вещей вот этот вот моторчик дворников вот эти вот все оськи где там нету сальников и в этой части и люк здесь не родной но я думаю это понятно и все это может протекать но владельцы 69 газиков на это не обращает внимание это я обращаю как человек который любит комфорт но сейчас не о моем мнении я так в целом поделился на центральной консоли у нас сохранилась кнопочка но линейные актуаторы теперь быстрее то что раньше это минуту занимала сейчас смотрите считанные сколько пять секунд 10 секунд может быть но не больше десяти секунд все крыша полностью открыта ее конструкция вот такая и была я не знаю кто ее разработал но наверняка предыдущие какие-то реставратор или тюнингаторы которые занимались этим автомобилем но здесь были проблемы вот это плечо то есть геометрия вот этой части не позволяло вот так вот с легкостью открывать крышу пока задние сидения не сложить то есть вот эти спинки приходилось складывать чтобы пройти вот эту верхнюю мертвую точку мы же перепроектировали и установку сидений чуть по-другому крепежи сделали и вот эту геометрию чуть-чуть переиграли как видите сидение не надо складывать они стоят ровненько в принципе на них можно сидеть они рассчитаны для детей то есть так заказчик и строил чтобы с детьми кататься где-то там по лесу рыбачить просто получать удовольствие но вот это вот вещь реально омрачала что приходилось складывать они здесь задевали упирались нормально не работали ну как вы видите мы с этим справились я пытаюсь вспомнить вообще чем мы делали с этим автомобилем и столько много мелочей я боюсь что-то забыть вам рассказать ну например сейчас вот обходя автомобиль я вспомнил что мы же всю топливную переделали по требованию заказчика здесь вот такой вот лючок это от катеров со специальным ключиком он там у нас есть на связке ключей что подойти открутить закрутить она герметично адсорбер мы сделали сам бак обратите внимание он из алюминия то есть мы его спроектировали сварили объем около 80 литров то есть тоже одним из пунктов заказчика было то что штатный бак был там 38 что ли литров я не помню он говорит ну невозможно от заправки до заправки 80 литров и с двигателем которые хоть и на автомате хоть и большего объема будет более экономичным уже будет нормальная жизнь на 80 литрах можно уехать ну как вы понимаете концепция этого автомобиля вот сделан для того что можно вставать ногами я сейчас пока на колесо встал но вот здесь вот есть специальные боковые скажем так рундуки на которые можно встать чтобы наверное смотреть вдаль в горизонт как на кораблях знаете вы в этом вперед смотрящий не знаю сейчас это если нет но раньше это было вот и охотиться может быть на кабанов или еще на кого-то не знаю ну классно что так вот вверх открывается легко и непринужденно на это нужно 20 секунд чтобы открыть верх ну и также постреляли все сели погнались дальше там за каким-то другим наверное животным я тоже не могу точно сказать как это происходит я не особо охотник но главное мы сделали то что задумал заказчик сзади кстати тоже есть коврики мы немножечко здесь добавили обшивочек чтобы ну хоть как-то это было комфортно хотя комфортом это особо не назовешь итак мы в салоне пробежимся немножечко значит смотрите приборная панель ну казалось бы да похоже на штатную но она с изменениями и так ключ поворачиваю на зажигание загорается контрольной лампочки запустился двигатель контрольной лампочки погас это желтый чек естественно давление масла зарядка зарядка плюс еще вот вольтметр и вот обратите внимание здесь появился прибор который показывает положение то есть по-русски все стояночный задний ход нейтраль движения до 3 и пониженная вот все режимы у нас выведены и сам по себе селектор как вы видите поддерживает все функции но это же все-таки внедорожник это нужно для того чтобы там опять же где-то застряли кого-то тягаете пониженные включать и так далее но в остальном приборы условно говоря штатный но обновленные то есть топливо обновленные температура спидометр уже современный как вы видите жидкой с реческим экраном есть суточный пробег до 160 до куда 160 160 этой машине как вы понимаете ехать не нужно вот здесь вот по сути все тумблера всякие вот и избежки там и так далее это вот условно как все и было мы лишь какие-то мелочи добавили там например кнопку отключения массы то есть если машина простаивает можно отключить массу включение фар музыка часы но это все как и было даже наклеечки какие-то тут молодежные они также были центральная консоль у нас ручник присутствует причем причем ручник сейчас секундочку продемонстрирую причем ручник у нас гидравлика на заднюю ось стоит цилиндр и по гидравлике вот им можно пользоваться здесь в режиме нейтраль у нас есть в раздатке нейтральное положение и естественно понижай к раздатка здесь toyota surf 130 то есть это парт-тайм постоянный задний привод с возможностью подключения перед к передок подключается кнопочкой и плюс есть хабы сейчас они отключены для того чтобы меньше было вот этих вот всех элементов которые вращаются руль у нас волговский подрулевые поворотнички дворники родные с жужжащим моторчиком но насколько смогли все это обслужили сделали плафончик был здесь вот этот вот люк тоже я уже говорил про него был эти козырьки были ну в общем глобально здесь все осталось вот этот спартанский интерьер вот чуть-чуть мы освежили что-то прокатимся посмотрим что вообще это автомобиль представляет из себя в движении и так селектор на драйв потихонечку поехали габариты конечно да приходится вот реально ориентироваться по этим антенкам потому что лобовое маленькое капот длинный бампер там где-то внизу и отсюда я не вижу его вот ну что делать это газ 69 это его не знаю изюминка особенность как угодно назовите выхлоп у нас баночка крузаковская но учитывая что это v-образная шестерка то так конечно чуть-чуть бас есть громковато можно сказать вот смотрите да я не буду его крутить вот садим с низов абсолютно хороший крутящий момент имеет уже 60 его немножко подшвыривает на колеи все-таки есть грязевая резина открыты вот эти вот треугольнички и поэтому ветерок который задувает конечно же дает какой-то второстепенный шум с другой стороны какой второстепенный шум здесь крыша из кожи кожбрезентов материалы и конечно тут все эти шумы мы все их слышим уплотнительные вот эти резиночки они тоже несовершенны потому что это двери газ 69 родные но еще раз подчеркну это только мое мнение я любитель комфорта здесь конечно не о комфорте речь исключительно о тех задачах для которых строился этот автомобиль а задачи простые как я уже говорил охота лес рыбалка прочие какие-то покатушки насколько я знаю владельца даже есть гусени гусеницы то есть такая вот треугольная штука с гусеницами и так понимаю что надеваются эти гусеницы и можно где-то там по снежной целине нормально понаваливать не только на снегоходе но и вот на таком вот прекрасном газ 69 сейчас вот мы светофор проедем как-нибудь аккуратненько и я немножечко топану он-то едет и 100 и 120 но вот смотрите нажал в пол выхлоп конечно дачу громкого того что сзади кожа вот прессе и он дальше прет это него 8 он прет дальше но мне просто уже страшно мне просто опасно это грязевая резина очень чувствует колею и и это реально друзья козлик почему говорят что козлик вот так вот просто едем вдвоем с оператором и понимаем что но это реально козлик сейчас будем переезжать железнодорожный переезд вы поймете что это такое вот смотрите просто вот вам и мы вот вот так вот скачем вот этих вот пружинных рессорах амортизатора в общем реально козлик дорогие друзья козлик честно не знаю что еще вам показать дорогие друзья как вы видели я и навалил нормально и по скорости и сам испугался если честно потому что архаичное рулевое червячное управление это резина колею чувствует это не нужно этому автомобилю не нужно кайф крутящего момента снизу в 5wz на верхах мертвый мотор я много раз говорил это в своих старых обзорах когда мы поголовно устанавливали эти моторы сейчас это действительно низовой трудяга только для таких вот специфических внедорожников все ну в целом то что комфорт появился появился тяга появилась появилась какие-то мелкие моменты тоже по усовершенствованию мы сделали кое-чего доделаем еще за кадром и все в скором времени мы отправляем это автомобиль автовозом казахстан ну все дорогие друзья надо завершать этот обзор вы я думаю сами все поняли вы сами все увидели что мы справились и в том числе с этим проектом с этим автомобилем и кто бы что не говорил что почему вы так делаете долго а то были причины вкратце я вам все объяснил но главное это не причины главное не то почему так долго а главный результат ведь те люди которые вот так рассуждают они наверняка никогда в жизни не строили дом когда вы начинаете строить дом во первых вы не задумаетесь сколько это стоит а во вторых вы довольно таки наивно сами себе говорите но сейчас я за годик дом построю а проходит пять лет до вы в него въезжаете уже живете но он не достроит но тот кайф который вы уже от него получаете он не соизмерим ничем и поэтому как вы видите мы проект заканчиваем почему говорю не закончили а заканчиваем потому что еще кое-какие моменты решили добавить например задние дисковые тормоза здесь еще барабаны изначально мы не планировали залезать в трансмиссию но вот решили добавить задние дисковые тормоза с зеркалами надо что-то придумать может быть другие поставим или какие-то полусферические зеркала сюда приклеим закрепим пока не знаю в общем пару мелочей остается проверить протестировать доделать и отправляем этот автомобиль в казахстан поэтому казахстан встречай на твоих дорогах еще одним хорошим автомобилем нормальным правильным автомобилем для охоты становится больше не для комфорта для охоты и рыбалки но с вами был как всегда василий за кадром вся наша команда которая реально умирала над этим проектом это это просто не передать словами я не знаю что сказать но это была тяжелая работа очень долгая работа это второй газик который мы делали будем ли мы делать дальше такие газики не знаю я скептически к ним отношусь энергии они высасывают в три раза больше чем волга газ-21 чем волга газ-24 чем любой другой ретро автомобиль чем любой другой современный автомобиль просто высасывает потому что куда вот не плюнь вот что не дотронься каждый элемент нужно создавать заново выдумывать пробовать это не то что конструктор для взрослых это просто боль для взрослых в общем с вами был еще раз подчеркнул как всегда василий до новых встреч